Если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос или вот там, не верьте, ибо восстанут лже-кресты и лже-пророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы привестить, если возможно, и избранных. Садитесь, пожалуйста. Смысл и цель сегодняшнего служения, чтобы народ Божий оценивал здраво последнее время. Вы знаете, оценивать правильно или здраво последнее время не каждый христианин способен. Здесь мы уже выслушали, как Дух Святой говорил нам о том, что Бог любит каждого из нас, и Бог чудесно заботится о каждом из нас. И Бог никого не хочет оставить на дни погибели, потому что Он очень крепко любит. Мы слышали свидетельство брата Игоря о том, что мир этот живет во грехах и погибает. Но человек новый, живущий для Иисуса, совершенно другой. И свидетельство его о том, что нужно жить с Богом в гармонии. Сегодня брат Виктор напоминал об оккультных различных отклонениях. Вы знаете, это очень серьезно. Сегодня мы слышали пение о том, что прекрасно, когда у нас есть или была хорошая мама, наставница, когда у нас был хороший отец, духовный человек, когда у нас есть прекрасные дети, которые понимают нас и молятся Богу, когда у нас есть прекрасные внучата, которые также должны быть наставлены в Духе и Истине. И наша задача сегодня с вами исправить, обновить свою веру на основании священного Писания. И если бы ангел с неба пришел и начал проповедовать нам иное Евангелие, да будет что, братья и сестры? Она прямо ответна будет, и все. Потому что священное Писание остается в силе. Это вернейшее пророческое слово. Сегодня я хочу, чтобы вы вместе со мной размышляли над тем, что буду говорить. Многие люди на земле не знают, чего им сегодня ожидать. Я думаю, что каждый из вас с этим согласился. Мы не ожидали такую погоду, а она пришла. Мы не ожидали такого результата жизни Украины, а она есть. Сегодня нас посещают, дорогие мои, различные ураганы, наводнения, снегопады, морозы. Но это только, как говорится, цветочки. Что самое серьезное? Священное Писание не скрывает и говорит, глады, моры, землетрясения, эпидемии, радиация. Я не говорю уже о том, сколько различных болезней уносит молодежь с этой земли. Сегодня, дорогие мои, есть законное основание проанализировать свою жизнь во свете Евангелия и посмотреть, как мы сохраняем свою духовность и свою веру в жилья на земле. Что сегодня может спасти грешника? Может быть, большой запас денег, который у него есть? Увы, нет. Какой бункер он может построить себе для того, чтобы гарантировать жизнь? Да никакого. А Бог говорит, христианин должен быть готовым к различным временам и срокам. Потому что определенное время церкви на земле. Не постоянно у нас здесь будет. И то, что в последнее время лукавый будет пытаться, что? Победить нас хитростью? Об этом говорит Священное Писание. Если бы Господь не сократил тех дней, значит, Бог усматривает в том, чтобы сохранить мою и твою веру, дорогой друг. Чтобы эта вера не оскудела. Чтобы эта вера не погибла. Чтобы эта вера не была хитростью разрушена лукавой. Бог хочет это сделать для нашей пользы. Не спешите колебаться умом вашим, если приглашают вот там Христос или здесь Христос. Сегодня есть много различных христианских учений, которые хотят нам показывать знамения и чудеса. И говорят, вы знаете, нужно туда идти и смотреть. А мы говорим, а зачем? Мы видим другое. Есть и будет, возьмите Света Божия или Евангелия, мерзость и запустение где, братья и сестры? Не бойтесь отвечать мне, мы рассуждаем. Я хочу, чтобы каждый из нас мыслил. Если мы увидим мерзость и запустение на святом месте, то знайте, что времена последние. Мерзость и запустение на святом месте – это не просто что-нибудь. Там, где было мерзость и запустение по отношению к Иисусу Христу, очень дорого заплатили книжники, фарисеи и первосвященники. Иерусалимский храм превратился в сплошной жертвенник. Когда он горел, горела одежда на священниках и плавилось серебро, текло ручьями под ноги, поджигая всех живых людей. Потому что не увидели, не увидели то, что Бог хотел им преподнести как подарок спасителя Христа. Сгорели заживо вместе с храмом. И как было во дни ноя? А что было во дни ноя, братья и сестры? Ели, как и мы с вами, ели, говорят, женились, выходили замуж. И что, братья и сестры, какая трагедия была даже? И не думали, говорят. А почему не думали? Возникает законный вопрос, как это не думали? Человек живет и думает, чтобы завтра было что-нибудь на стол положить, одеться во что-то. Как это не думали? Может быть, времени не было думать? Но есть люди, которые занимаются бизнесом, но нет времени думать. Надо делать деньги. А не думали, а потому что другим занимались, не тем, чтобы думать. Вы знаете, что многие люди и поныне не думают. Не думают о своей духовности, не думают о последствиях, кем будут их дети, будут ли они верующими или нет, и не думали. И вы знаете, когда придет День Господень, очень страшно. Не потому, что людям неправильно жили, а потому, что не думали. А нужно было подумать. Некогда сегодня подумать, некогда завтра подумать. Или смерть прервет, жизнь человеческую, или же что-либо другое. И не будет, когда покаяться. Очень печально. Ибо всякая плоть, Священное Писание говорит, извратила что? Куть свой. Ну как это может быть? Неужели в Церкви может что-то говориться, не то, что угодно Богу? Может быть, Богу не угодно то, что мы говорим, или как мы живем? Может быть, Господь недоволен воспитанием наших детей, которые неправильно воспитаны? Ибо всякая плоть избратила путь свой. Не стало подчиняться Богу, в первую очередь. пренебрегается человек, пренебрегаются люди, пренебрегается Священное Писание. Вы знаете, что Содом и Гамора прекрасными были городами. И материально они жили совершенно неплохо. Все было бы как бы и нормально материально, и все были довольны. Только они жили без Бога. И законы земной жизни привели к тому, что произошел полнейший разврат, искажение жизни на земле. Извратила всякая плоть, что, братья и сестры, путь свой, да? Долго ли Бог терпел это беззаконие? Увы, нет. Всему есть пределу свой конец. И Бог положил этот конец Содому и Гаморе. Там было все, кроме Бога, и святости. Там, где нет сегодня Бога, и святости, это Содом. Вы знаете также, что Священное Писание предупреждает нас, что вроде бы мир, любовь, взаимопонимание ведет к экоммунии. Лукавый очень хитро подходит к разрушению духовности в церквях. И он очень искусный мастер. Представьте себе, что было бы, если взять черное, смешать с белым. Вы скажете, да, получится серое. А что, если святое смешать с грешным? Что-то, да, получится. Получится мерзость, Содом, правильно вы говорите. Сможет ли Бог благословлять вот это смешанное? Там, где можно смешать иконы, образы и все остальное с поклонением Духу Святому, живому. Угодно ли это будет Господу или нет? Конечно, нет. Экоммуния стремится для того, чтобы нейтрализовать христианство и сделать из духовных людей обычных плотских. Нейтрализовать духовность, нейтрализовать жизнь духовную, нейтрализовать все. Сегодня нас учат, что чудеса являются основой нашей жизни на земле. А мы говорим, извините, нет. Основой жизни на земле исполнение учения Христа, но не чудеса. Сегодня нам говорят, если Бог вас любит, то вы должны жить роскошно, в богатстве. Он не хочет, чтобы выбили нищие. Я хочу спросить каждого из нас, кто здесь сидит, кто относится к категории блаженных? Бедные люди или же богатые? Естественно, что бедные. К категории блаженных относятся все молитвенники. К категории блаженных относятся люди какие? Дорогие, святые. К категории блаженных относятся люди, которые чтут Господа и умом, и сердцем, и жизнью своей. Это категория людей святых. Сегодня, дорогие мои, для нас это не безразлично. Работают духи обольстителей. Да ты знаешь, вот там есть хорошо, а ваша церковь слабая, а вот найди себе такую церковь, где можно и поплясать, и Бога прославить, и порадоваться. А Писание говорит, дети, да, не обольщает вас, дальше помните, никто. Дети, да, не обольщает вас, никто. Вас незаконно обидели, говорят. Вместо того, чтобы простить и помолиться об этом человеке, мы уходим огорченными. Горький корень не сразу может принести горе жизни, но способен разрушить веру. Сегодня лукавый хочет разрушить веру в справедливость Божий. Говорят, вы знаете, ну вы неправильно служите в церкви. Если бы было правильно, у вас было бы все хорошо, и вы только обрадовались, и не страдали, и не плакали, вас бы не посещали болезни и прочее другое. Действительно ли это правда? Действительно ли это так? Кого люблю, тех что, братья и сестры? Наказывает. А зачем наказывает? Для того, чтобы исправить и сделать нас лучше. У вас нет никаких дорог, говорят харизматы. Вот в Калифорнии, в Америке, там, настоящие христиане, что же они делают? Включают христианскую музыку, берут на шею королевскую кобру, которую боятся даже ловить, змея ловы опытные, потому что укусит, она очень хитрая. На шею себе и начинают плясать. Змеи кусают их, они не умирают, падают на колени и молятся. Действительно ли это святые люди? Хотелось бы спросить. Как вы думаете? В этом не заключается святость искушать Господа? Или выполнять совершенно не то? Идите, проповедуйте Евангелие всему народу, но не ходите со змеей на шею. Вот в чем дело. Сегодня времена и сроки очень сжатые. Что дает конец земной жизни? Для верующего человека это что, братья и сестры, переход, да? А для полуверующего что дает? сомнение, да? А для неверующего что дает конец его жизни на земле? Погибель. И сегодня, когда мы понимаем, что грешник хочет покаяться, но не может покаяться, правотник может покаяться, но не хочет покаяться, для того, чтобы исправиться и быть лучше. Бог хочет покаять. Покаяние это перемена в лучшую сторону. Духовная жизнь всегда должна что? Обновляться. Если я считаю, что я идеальный человек, это все заблуждение. Каждый из нас очищается молитвами. Молитвенные христиане, молитвенники, люди скромные, люди духовные, люди, которые способны делать добродетель, отвергая себя, идут туда, куда их приглашают, для того, чтобы служить Господу. Это очень серьезное положение. Отвергни себя и иди тогда, когда нет времени в тебя. Совершать молитвы мы обязаны за наших близких, друзей и врагов. Вы знаете, на молитвенной группе мне задавали вопрос, не хотели наши братья и сестры молиться о правительстве. Я раз спросил их, второй раз спросил, вы понимаете, что будет? Не понимаю. Объяснил. Апостол Павлов, имея великую нужду в путешествии, материальную, начинает объяснять. Братья и сестры, прошу совершать молитвы за кого? За царей, за правителей, за всех. Апостол Павлов, ну неужели в тебя нет материальной нужды? Давайте лучше просить, чтобы Бог материально нас благословил. А он говорит, нет, а вы совершите вначале эту молитву, чтобы вам хуже не стало жить на земле. Молитесь об этих правителях, потому что лукавый имеет подход и действует, руководствуется и руководит сам этими правителями на разрушение государства. А если нет молитвы, что будет? Святые не хотят молиться об этом. Господь говорит, что нужно, дорогие, если вы хотите жить, чтобы не в разрушенном государстве быть, то нужно молиться. Мы не просим, пошли им второй Мерседес, дорогой, а в разуме и наставе Господи, чтобы народ Божий не пострадал и чтобы Евангелие распространялось на нашей земле. Вот такая должна быть молитва. Христианин может служить неправильно своими средствами. Говорят, подписал дом сатани, так как возмущается христианин. Ну, твой дом после тебя, после твоей смерти продадут, пропьют и все, и прославят сатану. Будут танцевать, радоваться, что ты средства отдал сатани. Некоторые люди понимают, что служить Богу нужно не только внешне, руками, головой, но и всей своей жизнью, смертью и всеми средствами. Я хочу немножко еще остановить наше внимание на некоторых исторических фактах, что нам говорит история по отношению к разрушению святости. Статистика говорит, что 20-22 год, когда начал царствовать атеизм в России начался холод. Там, где разрушались церкви, там, где разрушалась духовность, там, где вешали и расстреливали священников, образуется еще один холод, 32-33 год. 37-й искусственный, 39-й искусственный год. годы, в которые искусственно делался голод. 47-й был после войны тяжелой, лизином отменеем. Но я хочу одно акцентировать. Знал ли Бог о том, что делается на земле, в Рахи Иисус? Знал. Народ избрал дорогу какую? Атеизма. Разрушил святыни и считал, чтобы не было ни одного верующего и молитвенника. Чем народ заплатил? Если я обращусь к истории 16-й, 17-й век, за то, что внедрялся атеизм, а он был очень модным и популярным в Европе, было три эпидемии. Причем, когда открыл энциклопедию, посмотрел энциклопедию катастроф, я ужаснулся. Ни одна война не забрала столько людей, сколько забрали эти три эпидемии. 160 миллионов. Это перст божий. Какая сила и могущество божие, никакая ядерная война не нужна. Тихо, мирно, и все раз ему мирно. Понравился атеизм. Почищается земля от нечестия. Бог сегодня, вчера и вовеки тот же. и он хочет нам сказать, посмотри на жизнь свою, посмотри на историю, сделай определенные выводы. Если мы возьмем вот это все коллективизация и другое, 48 миллионов погибло людей в Сибири. Возникает законный вопрос, с целью они были виновными преступниками или врагами народа. Говорят, 8 миллионов было условно, а 40 процентов. Дешевая рабочая сила. А за что задаю вопрос себе и получаю ответ за безбожие, за беззаконие, за закрытые цели. Наказание незаметное. Сегодня каждый человек делает аналитический вывод для себя, почему так случается, почему Бог нас воспитывает и хочет, чтобы мы увидели духовными глазами окружающий мир и сказали им о Христе. Вы знаете, не было перед войной модно говорить о Христе, говорили о другом, о достижениях. Война унесла 80 миллионов. Это очень много. Вы знаете, что когда задали вопрос немцам, почему вы уничтожили сколько людей, как они улыбались и говорили, мы уничтожали своих иерных врагов. А за что Сталин 48 миллионов своих братьев уничтожил, спросите у него. сегодня не тот и другой безбожие, я хочу подчеркнуть, способно уничтожать людей. Евангелие учит, что мы должны призывать к миру любви, мы должны призывать к покаянию народа, к тому, чтобы жить благословенно на земле. Лукавый совершенно предлагает другое. Хочу привести такой пример, когда американцы зашли в западную Германию, освобождая в 45 году, журналисты сразу начали брать интервью у немцев. Как бы вы хотели жить? Как угодно, говорит, но только не по учению Маркса сатаниста, он поклонялся сатане, путь сатаны исповедовал. Как угодно, мы не боимся русских танков в западной Германии, но боимся марксизма. Сегодня верующий человек живет свободно. Сегодня каждый из нас имеет право выбора. Сегодня мы с вами счастливы, братья и сестры, что мы исповедуем учение Христа. Это учение о благодати, учение о спасении, учение о созидании, учение о благословении каждой христианской семьи. Прекрасно ли это? Да, прекрасно. Как вы думаете, дорогие мои, братья и сестры, перед тем, как мы будем молиться, я хочу такой задать вопрос. Лукавый пытается разрушать нашу веру или нет? Пытается. Самый такой простой пример можно привести. Я выписываю духовную литературу из Смирны. Много книг полезных христианских мне пришло. Но однажды они мне прислали вместо биографии Проханова роман с ведьмой. Супер обложка. Я страшно возбудился. Послал жиму, говорю, ты смотри, что мне прислали проповедовать. Она так, давай сюда сразу мусорник и мусор вынесу, чтобы не успел опомниться. Открываю, там цена 42 гривны. Слушай, ну подожди, ознакомлюсь, что он такой. Прислали ж духовную литературу. Все таки жалко, братья и сестры. Ну 42 гривны и плюс очень красиво оформили. Я хочу сказать вам, если вы будете бдительны, книга, она не опасна, но дает наставление о том, чтобы мы не связывались ни с какими оккультными силами. Она мне, естественно, не нужна. Я лучше бы почитал биографию проханова. Было бы больше пользы. К чему я веду? Каждый из вас имеет определенную литературу. Есть духовная литература, которая способна вам помогать в жизни. Каждый из нас читает газеты христианские, журналы, статьи. Будьте бдительны, когда сталкиваетесь с этой литературой. Если только она приносит вам недуховность, отвергните ее. Для того, чтобы найти Бога в церкви, нужно его найти в своем собственном сердце, дорогие друзья. Заканчивая мысль, хочу подчеркнуть, Бог ожидает твоей и моей молитвы. Бог хочет сегодня изменить и твою и мою жизнь в лучшую сторону. Бог сегодня любит больше нас, дорогие мои, нежели мы его любим. Это аксиома или истина неопровержима. Кто сегодня хотел бы получить больше благословения, чем то, что он имеет? Сегодня в тебя, дорогая душа, есть такая возможность. Всему на земле приходит конец, и беззаконию тоже. Нашей жизнью также приходит конец, мы уйдем с этой земли, останутся наследники наши, которые скажут, брат или дедушка Анатолий, ты меня неправильно воспитывал духовно. Нужно было больше говорить о Христе. Нужно было учить меня молиться. У меня два годика малыш подходит и становится со мной на колени. Я ему не заставляю. я медленнее молюсь, чтобы он прислушался к моим молитвам, и он говорит Аминь. Сегодня, дорогая душа, если мы живем правильно, наши дети будут славить Господа. Сегодня, если мы живем и даем наставление нашим внукам, они будут молиться вместе с нами. Сегодня, если мы этого не делаем, то нам нужно покаяться, самим обратиться к Господу и сказать, Господи, я не прав. Есть среди нас такие люди, которые сегодня говорят, Господи, пошли мне, а я буду тебя потом славить. А Господь говорит, неужели я тебя мало послал в жизни, что ты не хочешь меня прославить? А где же твои молитвы в церкви? Почему их нет? Неужели мало для тебя сделал я? Дорогой друг, сегодня пересмотри свою духовность, пересмотри свое отношение к Богу. Пока еще не поздно, пока еще есть возможность обратиться к Господу и сказать, Господи, я был не прав. Господи, помилуй меня, пока еще время благоприятное. Господи, даруй мне мудро жить свято в последнее время, ибо этого хочешь ты. Для того, чтобы получить нас спасение, нам нужно бороться. Для того, чтобы войти в Царство Небесное, нам нужна молитва, и никакая Небесное, дорогие мои, есть такая возможность прославить Господа и попросить у Него прощения. Если кто желает, не стесняйтесь, победите свой грех, и вы получите благословение. Сейчас мы подстанем пред нашим Господом и совершим благодарственную молитву. Аминь. Господи,